Шкурить и шпаклевать здесь начали годом ранее. Позже рабочие приступили к замене инженерных сетей и коммуникаций. Напоследок оставили обустройство классов по профильным направлениям. Всего их будет четыре. Занятие по душе сможет найти каждый ребёнок. К примеру, мастерицы будут учиться выполнять ровные строчки на современной швейной машине. Аккуратная обработка изделия – задача оверлока. Он обмётывает срезы ткани. А если захочется добавить изюминку, есть вышивальная помощница. Дети сами на этих швейных машинах будут работать, сшить. Это ткацкий станок. Это бисероплетение. Так въедино сольются сразу две задачи – развитие мелкой моторики рук и красивые изделия на выходе. По чётким руководствам педагогов процесс освоит даже новичок. Пока одни будут изучать швейное ремесло, другие окунутся в мир науки и робототехники. Для этого к началу учебного года оборудовали и отремонтировали профильные лаборатории. Купили модели, которые наглядно показывают, как устроен организм человека и даже динозавра. Также закуплено оборудование и для физики. Это современные цифровые лаборатории. Для биологии – это и модели, и цифровые биологические лаборатории. Для уроков коррекционно-развивающего цикла – это и наборы для дыхания, артикуляционной гимнастики и для индивидуальной работы. Заниматься дети будут на новых партах. Это специализированная мебель, которая исключает развитие сколиоза и близорукости. Это весомое преимущество для учеников коррекционной школы номер 26. Полный комплект наряду со всем прочим приехал в классы по федеральному проекту «Добра школа». Важно, что это оборудование позволяет создать безбарьерную среду. Это оборудование позволит ранее сориентировать детей в будущей профессии. В этой школе закуплено оборудование для реализации программ дополнительного образования. А это значит в первой половине дня уроки, во второй – творчество и научное открытие. Плюс ранее школа получила по нацпроекту образование оборудование для обучения блогингу. Фотоаппараты, студийный свет, компьютеры для монтажа – словом, есть где разгуляться фантазии. Всего в Ульяновской области действует 13 коррекционных учебных заведений. Из года в год каждая подключается к федеральной программе и по итогу обновляется для удобства особенных учеников. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ.